Друзья, добрый вечер, мои дорогие! Я же, знаете, такой обычно, и так, что там Гура надумал с Сологубом? Выходим в эфир, потому что у нас есть крайне неприятная новость, и достаточно много сейчас наших фейкометов, хейтеров рассказывают о том, что Гура Сологуб ни хрена не могут сделать, и вообще, короче, давайте их там бить, щемить и все остальное. Ну, в общем, неприятное явление, поэтому мы решили выйти в эфир вам и кое-что рассказать. Ну, перво-наперво, все вы прекрасно помните крысу со Сколи. Крыса, тебе привет! Вовик, сейчас я тебе добавлю пару секунд. Значит, это крыса с фамилией Щур, украинская, с переводом на русский крыса для русскоязычных моих подписчиков. Расскажу, значит, эта крыса напала на нас в больнице в Сколевской, это было весной, побило телефон Петру, побило Володю Явдека, меня в плечо ударило, все в прямом эфире есть. Значит, происходит следующим образом, значит, мы растягиваем это дело, затягиваем, все-таки заставляем возбудить уголовное дело, возбуждается уголовное дело по факту нападения на журналистов в прямом эфире. Хотя неправильно была квалификация данного криминального злочинного. Ну, это такое, это следователи очередные с Коли наплужили, ну, это такое, это мелочи. И, в общем, все это раскручивается, раскручивается, потом начинается интересное самое. В тот момент, когда у нас приняли заявление, мы были на допыте, по каким-то непонятным причинам дело пропадает. Что там сказали этот следователь? Допыт, да, еще? Нас допитали, так, нас допитали, это все было зафильмовано, допитано, тобто нас дизнавач допитывал, я же говорю, хотя мала бути, соответственно, иншая квалификация данного криминального злочину, и это последовательность была слідчих, но почему-то дизнавач, окей, мы решили не дискутировать, думали, что, наконец, они услышали нас и понимали, и все-таки будут нормально это все расследовать. Но через неделю-два мне звонят, сообщают о том, что есть возможность приехать в Сколи на допит. Я говорю, в смысле, який допит? Если допит уже произошел, нас уже допитали, я расписался в протоколе допиту, все, я говорю, про что еще, який еще допит? А выявляется, что дизнавач, каким-то чудом, дивом, я не знаю, что... Фамилия его как? Деброш, да? Дребуш Михайло. Дребуш Михайло. Да. Тебе привет, мы тебе обещали сделать тебе адскую жизнь, теперь получай. Ты у нас теперь попадешь по полной программе. Да, мы его пожалели. Тогда реально пожалели. Дребуш Михайло, я не знаю, чи это сбег обставин, чи це целенаправленно було зроблено, він знищив, реально знищив протокол допиту. И ті факти, під час допиту, який він робив. Я не буду вдаватися в подробиці, тому що... А хотя справа закрита. Справа закрита, мы можем уже говорить открыто. Да. Ось. И мы решили все-таки поехать в школу, дізнаться, чому так, поспілкуваться безпосередньо с керівником. Відповідно, была написана мною заява, чтобы провели вони службу у перевірку. Але керівник данного отделения полиции... Как его? Марачканич. Марачканич. Так. Він поспілкувался с нами, и мы решили... Вспомни, как он нас обманул так же. Он рассказывал о том, что, ребята, для меня важно, чтобы дело было расследовано и был наказан на этот чур. Мы с ним говорили, он смотрел мне открыто в глаза и говорил, Антон, для меня это очень важно. И знаете, в тот момент мне Володя говорил, говорит, Антон, они все врут наглым образом, не ведись на это. Я говорю, Вов, но нам, как журналистам порядочным, нужно понимать, что если полиция хочет работать, то без проблем, мы готовы, чтобы она работала. Я тогда не знал о том, что, оказывается, и Марачканич, и Дребут, и все остальные, они уже знали о том, что дело нужно закрыть. Не понимая о том, что мы можем возбудить уголовные дела против Марачканича, против того же Дребута, против всех. Ребят, вы даже не понимаете. Сейчас Вова у нас на связи. Я докажу сначала, а потом Вову мы подключим. Так вот, друзья, мы приехали все же таки в райвидділ и решили пожалеть, реально решили пожалеть Дребута этого Михайла. Дебилы, что пожалели. Надо было не жалеть. Хотя мы сделали хитро. Дуже сделали хитро. Мы дали показы еще раз. Он принял. Плюс я узнайомился с материалами справы и написал клопотание, чтобы переквалифицировали все же таки данную криминальную справу из одной статьи на другую. Но, на то, что мы были в прокуратуре, написали в прокуратуре так же. Сегодня, вернее, не сегодня, когда нам Вовчик сказал? Два-четыре дня назад. Буквально пару дней назад Вова присылает постановление о закрытии криминального дела. Нас это сильно удивило. Почему? Потому что у нас были разные криминальные дела с Вовой. У Вовы одно, у нас были два объединенные, меня и Сологуба. В одно дело у него, а в другое дело. Мы накануне были в прокуратуре, писали клопотание о том, чтобы перевели с, по-моему, с какого нам там хотели? С 125-го, да? Нет, у нас 171-я. А мы на 345-ю, да? 345-ю. Потому что как раз самый был здесь на ней напад, было бы уничтожено наше майно. Я не скажу уже за 125-ю, за легкие телесные уничтожения. Хотя слідчий мог бы это все делать, а не он, как дознаватель. Потому что 345-я, это статья подслеждая как раз слідчему. Знаешь, в этот момент, вот сейчас я смотрю и думаю, и народ, наверное, думает, ты же видел, недавно я проявил свою мужскую, скажем так, момент, и наказал чиновника одного. Так вот, наверное, знаешь, я уже жалею, что я еще раз тогда не уклепал. Причем надо было уклепать его нос. Я бы сам отдал тебе телефон. С двух раз, причем так, чтобы положить дурака и поломать ему нос. Но, друзья, закопано все, знаете, где? Там, что его дружина, она противник Главного управления национальной полиции Львовской области, саме у ГУНП, у Львови. Хотя она сейчас в декрете. Но она противник. Только мы еще не знаем, пока что на каких посадках. Ну, буквально сегодня я звоню начальнику ГУНП и говорю, ну, ребята, Александр, ситуация в следующем. У нас будет встреча с министром. Да, я не скрываю, у нас, возможно, в скором времени будет встреча с министром МВС. Надеюсь, что все будет хорошо и он найдет то время, которое может найти, чтобы мы ему все объяснили. У нас есть факты, доказательства. Я так и сказал начальнику ГУНП, до того момента, пока мы встретимся с министром МВС, я думаю, что вам лучше порешать вопросы вот на местном уровне вашем, да, среди ваших подчиненных. Возможно, вы что-то не знаете и вам нужно поработать с вашими подчиненными. Потому что, если мы покажем вовсе генерального прокурора, прямые эфиры, те, которые были избиения, и что Марачканыч Дребутом закрыл это криминальное дело, говорю, это будет для вас. Он сказал, Антон, даже больше прошу вас, пойдите, поговорите, напишите, чтобы было дисциплинарное наказание и одному, и второму. Значит, Марачканыч, предупреждаю, и тебе, и Дребут, и всем остальным полицейским, которые покрывают таких бандитов, как Шур, Криса Погана, будут неприятностей. Естественно, службовая недбалість, уже будет статья, я ее напишу, обовязково, потому что мы писали скарги на Маравканыча, я постійно его не могу. Справа закрыта за действительностью склада злочину. Да, стандартная процедура, но как раз эта службовая недбалість, потому что он каким-то чудом снищил, снищил, я теперь скажу точно, что он снищил наши протоколи допиту, и мы его пожалели. Сейчас я напишу заяву ДБР. А помнишь, тебе наша активистка сказала, говорит, Петя, ты жалеешь полицейских, видишь, она была права на самом деле, ты жалеешь их? Да. Вот видите, наша жалость, наша какое-то такое открытие, открытость полицейским, чтобы их выучить, научить, чтобы они работали, нам же сыграло против нас, потому что они просто взяли и закрыли дело. Они думали о том, что мы такие лошары, которые, ну, закрыли дело, ну, хер с ним. Не, пацаны, я вам твою мать обещаю тебе, Марачканыч, обещаю теперь жаркую, красивую жизнь. Такую жизнь, которую ты себе представить не можешь. Мы пройдемся по всем инстанциям, мы, блядь, сделаем так, что ты просто напишешь тогда заявление и скажешь, блядь, я буду текать отсюда. А потом мы поднимем вопрос твоим Павловым, хреновым. Мы поднимем про все. Мы все выкупим, мы все найдем, мы просто начнем, понимаешь, Павлов сделал очень большую ошибку, что подал в суд на меня, мы с ним слезем теперь с суда. А уже есть, зачем зацепить эти дураки. Вы помните, я вам когда-то, когда мы тогда проводили судебные эти все моменты, якобы на то время был глава суда, вот этот Брона. Так мы сделали запрос, у нас ответ есть, оказывается, не был главой суда Брона. Не был главой суда Брона. А у него, блядь, табличка была на дверях. И присягу, получается, ты не складывал, шановный Брона, потому что вы, блядь, сделали дуже хитро. Вы дали присягу зараз вашу действующую голове суда. А я в Западе давал, чтобы самая присягу Брона мне дали. Складывал он присягу как судя. Где присяга, шановный Брона? А мы приедемо до вас, ваш суд. Мы не залезем, как Антон говорит. Короче, с Коля попало. Вы знаете, сейчас в школе... Единное, что... Да, я докажу. Вова, я сейчас Вова там рассказываю о том, что вот там рентинг наш падает. С Коля, мне насрать, на что вы про меня думаете? Про меня думают очень плохо полстраны. Это те, которые, суки, сволочи, которых я буду давить, как последних мразей. Это те газовые конторы, которые в Михайловке рассказывают сейчас о том, что они с гуру уничтожат. Да вы, пацаны, максимум можете упасть на колени и отсосать у меня за то, что вы творите с украинским народом. Я говорю, как оно есть? Убирайте детей с экрана. Вы у меня можете отсосать, взять просто член мой и отсосать все эти газовые придурки, которые вы думаете, что у вас получится нагнуть украинский народ. Ни хрена не получится. Я вернусь и мы сделаем, как бы мне это чего не стоило. Услышьте меня один, пожалуйста, раз. Вы можете рассказывать все, что угодно людям. Вы можете ходить, рассказывать о том, что там убьют гуру, убьют сологуба. Отсосете. Отсосете. Вот так вот. Я вам скажу, власть в скором времени меняется. Вы не представляете, что будет? Чуть попозже. А до чиновников мы очень злопамятны. Поверьте, до этих крадеев, до этих фамилий. помню. Души. Вы, падла, у меня с кейсами, будете бегать к детям, инвалидам и будете строить им дома, больницы. Все, что угодно, лишь бы только гура и сологуб до вас не добрались. Я вам отвечаю, пацаны, я не куплюсь. На ваши миллионы, на ваши десятки миллионов мне нахуй не нужны будут. Я найду тех настоящих защитников нашей отечества, родины, Украины, которые смогут стать со мной плеч о плеч, и мы вас, сука, будем давить. Давить всех предателей, давить всех моральных уродов, давить чиновников. Мне будет насрать на ваши суды. Мне будет насрать на ваших начальников ГУНП. Потому что они тоже будут бежать, те, кто продаться. Мне будет на все насрать, вы даже себе представить не можете. Вы не убежите отсюда никуда. А если падла вас кто-то выпустит, я предупреждаю того пограничника, чиновника, все остальное, ты у меня, сука, сядешь. На пожизненность сядешь, если ты выпустишь, сука, морального урода, того, которого нельзя будет выпускать. А теперь, дорогие друзья... Холенька, я закинчу. Дивіться, насправді, что сейчас происходит? То, что у нас есть термины для того, чтобы мы могли подать в суд, оскаржить закритие данной криминальной справы. Это так, мы все держимаем на пульсе и мы это будем делать. Но сейчас нам поведомили, что областная прокуратура выявила документы для того, чтобы выучить. И, возможно, прокуратура все же таки назад поновить криминальную справу. Но если она это не сделает, мы обязательно через суд это сделаем. Но увидим. Но если будет криминальная справа, а она будет снова поновлена, блин, не слезем. Блядь, не слезем. Вы такую хрень впороли. Не слезем. Такую хрень. Миша, я думаю, что ты нормальный полицейский. Какой? Сколевский мусор нормальный? Сколевское говно? Я сегодня до него зателефонировал, знаете, оно таке дерзкое, говорит, я вам, там постанову про закрытие дав заказным листом. Все вопросы в суде. Чувак, да ты в ДБР там будешь им лизать, блин, за это, что ты сделал. Потому что я напишу заяву на тебя, за это, что ты снищил протокол допыту, что он пропал, каким-то чином тебе. И будешь грезти землю теперь. Разом своим, блин, руководителем. А теперь мы включаем нашего Вовика. Вовик есть. Вовик, я тебе добавляю. Сейчас вы услышите от первого лица, что происходит в школе. Он первый получил. Да, потому что он получил мне ДВовик, привет, дорогой мой. Рассказывай. Привет, привет. Меня видно добре, чувствуете добре? Да, чудово. О, я вижу картинку сзади интересную. Я помню ее. Так. О, підготупався. Я зараз хочу стриматись, хочу стриматись. Только не говори отсосать, не говори, потому что это моя фраза. Не буду говорить. Но буду сказать эмоционально. У меня будет сегодня наш эфир эмоционально, потому что вы только что рассказали, и я хочу заявить на всю Украину, и до президента Украины, что сегодня у меня есть документ, у меня есть документ, который написал начальник сектору дизнания майор полиции Михайло Дребут, что сьогодні, ведь сьогодні, ведь 05-10 можно всех мочить. Вы поняли меня? Можно всех бить. И я завтра пойду до начальника полиции и буду его мочить. А знаешь чему? А он скажет, что ты делаешь? А я говорю, а твой Михайло Дребут сказал, что можно сегодня бить. И виходит, что он оцемь решениям дозволил ныне зруйнувать Украину, дозволил ныне зруйнувать журналістов, дозволил ныне зруйнувать полностью весь закон Украины. Вы меня зрозумели, Антон? Поехали. А теперь напомню. А теперь напомню всем. Смотрите, что Дребут закрыл, какое дело? Журналісти стоят, я салагу. Теперь смотрите. Удостоверение показывает. Смотрите. Опа! Показывается можно. салагу. 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 тоді закрив справу якщо ти не ознайомився навіть о нарешті ви зрозуміли оце треба питання задавати я написав ще до закриття місяць тому і я ходив пам'ятаєте був у відділенні поліції я сказав у мене є клопотання вони знають і вони всі порозбігалися якраз ви приїхали перед тим пам'ятаєте а тепер я отримую це і я знову пишу клопотання але вже отримати постанову про закриття кримінального провадження і що ви бачили вчора мене що ви бачили вчора все ідуть до дребута дребут каже вони клопотання Явтика прийшло але я не маю часу народ якщо закрита закрита постанова кримінальне провадження воно в архіві воно не має права бути в дребута чому воно сьогодні знову дребута мені може рознайомити будь-то може бути також через свою жінку яка в декреті надавив на дребута або заплатили або на Маревцянича Маречкянича таке може бути или нет це не може бути це сто відсотково я маю зараз можу вважати що так воно є тут була матеріальна вигода і більше нічого не хочу навіть чути поїхали рєбята тепер дивіться закриток кримінального провадження то що мені надіслали у вас є я коротенько пробіжуся я постачив супермартеру що я маю зараз знати жена щура которая нам угрожала і которая в декрете противник УНП Львовка вот она нам нам угрожает вот видите то есть ну просто посмотрите как она себя ведет ей вообще плевать на все она думала о том я звук включил вы без предел творите вы без предел творите в школе так ваш чоловік и вы нас всіх угрожаете ні чого ви нас всіх угрожаете ваш чоловік має всіх бити так чому ви маєте говорить ну нас це є поліція ну мис у вас ну вона уже прозиває ну дивіться ви ще зараз щодо знову сказати я буду ты що обживаєте нас ну добре був є світки є світки чи я напав давайте давайте покажем покажем минулого лікаря так 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 а що сталося чому ти ну 5 років чому ти так вирішив бити людей ну а щось чому ти вирішив бити людей 5-5 років я вам обіцяю 5-5 років я знаю что мапочка це мапочка але я не докажем ваш рості не полігаю ви мене мапочка обізвали ви мене мапочка обізвали ви мене мапочка обізвали вам буде такос ви нас на заява на вас ви цирк ви є цир з колі ви пузор з колі ви пузор з колі бидло з показних поліції Львівської області показних поліції це працівник головного управління національної поліції Львівської області я так поняв я так поняв її щур просто трахаєте плохо видно поняв що не дотрахаєте ну як є щур трахай свою жену нормально потому що она нервна як непонятна хто посмотри на неї она показує в області інтима їй видать у неї либо чешеться там либо ты не дотрахиваєш її либо хто-то дотрі дотрахаєте хто-то дотрі дотрахаєте вместо тебя пока ты там дрощиш де то но щур я тебе обещал я обещаю о том что мы это дело в любом случае не оставим ее добьем до конца знай теперь о том что если ты падла хоть попытаєшся поднять руку я тебе поломаю твучей я тебе обещаю только попробуй на меня поднять руку только попробуй ко мне подойти я буду защищаться и защищаться я буду уже поверить не для камеры а реально я тебя поломаю там потом ты можешь на меня в суды подавать еще там чё ты будь катавася долго но я тебя поломаю я тебе говорю и обещаю я приеду в школе только попробуй мне сука попасться на глаза я тебе отвечаю не поможет не твоя блять женушка мавпочка не ты блять я тебе сразу говорю да Вова Антон значит мы теперь маєм право нападати на щура як щур напав на нас до речи вы знаете в принципе да все я знаю что щур слабак я знаю что щур слабак щур не умеет битися щур не мает здоровья в физическом я щуром могу выйти официйно на бокс боксерскую арену и я повер мне ну хвилини часу я заявляю это в эфир это я знаю это бесполезно бить это 100% и я тоди просто мы не хотели потому что мы хотели культурно но нехай он не думает что мы не захищали он герой он не герой он остальная тряпка он не герой он не герой он закрывается он заховался за юбку дружины своей за женку ховается потому что она мает вплив на ГУНП Львовскую область но мы еще выясним на какой она имеет вплив и кто она ну конечно думаю Вова ты мне скажи другое что там твои местные рассказывают о том что мы там какой-то рейтинг что за хрень расскажи нам Украину ну сейчас все практически вот эта справа она одна из таких кричущих и резонансных на школе и все ждали реально что будет реально справедливый суд справедливое следствие и мы накажем Петра вси того чекали они реально бо они знают что таки как Петро практично вот эти олігархи місцевые которые имеют бизнеса миллионеры они все сегодня закон топчут они купили полицию прокуратуру они ездят пьяные они дебоширить они что хотят то роблять и тому как раз мы мали сьогодни восстановить справедливость на школе и все чекали что будет нарешті прийшли вы и мы сейчас как раз дело закрыли вы хрень поганая это вы хрень поганая это вы рабы это вы крепаки галимы это вы как раз таки слезняки слабаки которые не способны восстать не способны добиться правды и я как раз бы хотел бы что вас чмырили дальше в вашем школе чмырили всех тех кто сейчас кто сейчас говорит вове явдыку о том что мы ничего не смогли мы а мы верили если бы вы твари пришли бы в райотдел и поддержали бы вову явдыка то сейчас бы уголовное дело открыто было бы и уже бы наказали бы этого щура но вы вы блюдки сколевски я вам так это скажу те кто рассказывает про это не все те кто рассказывает вове о том что не способны вы самый натуральный секунный продаж из-за вас таких из-за вас из-за вас из-за вас таких щирых украинцев которые разговаривают украинскую мову которые проживают на территории Скоревщины которые думают что они громады которые вважают что они влада и что их нужно слушать так ця влада яка на местах вас никогда не будет слушать потому что вы для них никто вы говно говно а меня это слушают меня слушают салагуба слушают льявдика слушают а вас никто слушать не будет завтра щур придет у вас завтра щур вас будет бить завтра таки як щури будут трахать вас их жинок а вы будете сидеть здесь на околе и вы будете говорить что они не правы у них рейтинг падает в наших очах где мне насрать на ваш рейтинг я знаю кто я я знаю что я могу дать в дюнде любому чиновнику любому тому хто хоть якость до мене пиде с кулаками а вы гивно яке не способно думати у якого немае мизук он просто никто вот вы те кто говорите явдыку о том что он рейтингом или еще там что то как раз таки явдык это тот человек который один пошел против системы в городе школе а вы моральные уроды а вы моральные уроды могли его поддержать но вы это не сделали а теперь вы обвиняете знаете если бы щур не затронул меня явдыка либо салагуба а затронул кого то другого если бы вы сказали о том что мы не делали до конца я бы позвонил щуру и сказал щур бей дальше бей сука их дальше но просто щур затронул нас поэтому мы не можем так сказать но я вам говорю серьезно когда вы мне звоните и пишите о том что в больнице ничего не поменялось шостки после вашего приезда а что вы сука хотите когда вы суки ничего не делаете вы думаете я буду так как с тысячкой мучиться всеми больницами да хер вам в сраку не буду я так делать как с тысячкой в тысячке просто уже принцип пошел когда мне начали там в этот господи как их там препятствовать а так и нихера не буду делать потому что вы тварюки позволяете у себя в городах вас нагибать моральные вы уроды когда мы объявили про газ про то что мы хотим вернуть газ украинцам подешевле вы суки начали мне писать и рассказывать о том что я хочу быть пострадалой но ни одно пазло не написало мне о том что он готов выходить под заявление выступать заявителем суки вы продажные вы же хотите сука только денег твари вы твари самые натуральные потому что из-за вас украина становится такой из-за вас украина разваливается и она сука развалится из-за вас твари безгребетные потому что ни хуя не можете в этой жизни и посмотрите как они загнали уже нас просто загнали цими вакцинами ковидами цими перешкодами сколько громад с тобой связалось после того что вы сидите две громади две сука громади на всю украину две а вы знаете а вы знаете если мы им допоможем если вы не до конца будете идти а хрен мы приедемо до других громад которые увидят что эти громады будут платить за газ по 2 грн а вы будете платить по 20 30 40 я попрошу всех этих пиртиш чтоб они вам по 50 рублей за газ чтоб денег не осталось ни копейки и чтоб вы думали своей головой что тогда у вас была возможность а из-за вашего расцикливости вы проиграли это ой блин что мне завтра мне работы лишат мне все все умирать так блин вы тупаки хамуха тупак мы вам даем все на блюдеці только единое что нужно чтобы вы нас поддержали чтобы вы пошли этими торпедами а мы будем вам допомагать а хрен Петро да дайте мне будь ласка вашу эфиру 5 хвилин то что я зараз розкажу я маю документы вы и люди будут шокованы и если это дойдет а вы это донесете обовязково вище до министра внутренних справ и поверьте мне сполевские отделения полиции завтра мают просто какие проведенные были следственные это просто жах а я вам поясню сегодня следствие дребот допитал шестьох лекарей двоих четырех пациентов и двоих которые на нас нападали щурьев 12 свят все где допитаны была эта женщина до которой вы пришли интервью почему не допитали нашего друга Игора опришка который тоже был присутствием а они этого не сделали запомните первое они и что я хочу сейчас сказать они мали допитывать только тех кто кто причетный до криминального проведения згідно побития а это как раз то что вы бачили 3-5 хвилин они не мали права допитывать что лекарь что пациентов бо их там не было они мали допитать они мали допитать надеюсь и мали допитать знаете кого от тех працовников полиции перед какими они мали витянути из бодекамер видео в первую очередь дребот дав штангу и великую штангу где видео из бодекамер все то будем сейчас питать поехали хлопцы поехали очень серьезно значит следователь дребот он ходил в лекарь после криминального проведения и он пишет что следов биологического походжения крови букального эпителия не выявлено ну маразм ну нужно чтобы у нас было кровоизлияние чтобы нас облило кровью чтобы он увидел что действительно да так нахренеть можно ёб твою дивизию ну ехали дальше что цикаво у всех допитах лекарь что и все кажут что мы не мали право вести в видеознёмки но есть у всех практически Петра и Антона когда они опитывали то вы повсюду писали и есть на в видео нашему вы питали пані Надюю мы можем снимать в видео в лекарне она вам сказала можно она дозволила она взяла на себе ответ и и поэтому за нас закон мы запитали у человека которая лежала в лекарне и мы снимали суд ее мы брали в нее интервью вы понимали? да это и так понятно поехали дальше значит в видеознёмка у нас законна потому что они пишут что мы не мали право снимать поехали теперь смотрите что интересно что был допитанный той сам Щур и Щур сказал что что он просто забирал что он не хотел чтобы снимали мы до того дойдем серьезно значит два удара правой рукой Володимир в область головы зверху мне было нанесено это слідчий не взял до уваги нанес удар Петру Сологубу в область грудей в область плевого плеча слідчий не взял до уваги нанес удар Антону Гурьев в область плеча и руки замахивался на Петра Сологуба и выбил его я сейчас читаю все что написал слідчий слухайте дальше з его рук телефон подальше Петро подошел до него з його рук телефон після чого коли Петра нахилився за телефоном Петро Петро я запутався бо Петро и Петро Петро и Петро Петро Сологубу начав наносити ему удар в область головы на меня менше з тим и поехали все все примещение и это все шестеро я зачитаю и они знаете как им что интересно слідчий теперь задумайтесь слідчий им статус став знаете кого святка святка а они не святки а знаете что а теперь дивиться что они вси как один сказали шестеро что они не были присутни когда как раз было побитя они сказали что они бачили что мы были без бахил и без халатов и порушивали тишину его службовыми повноважениями что он надав им статус святки потому что они не бачили фактов как можно им дать увагу статус святка и как опитывал его конкретно вы бачили что Шур вот так мало бы и мав конкретно ставить запитание по суті а не чи были они в бахилах чи заходили они туда дрочили или что они там сделали факти где дреба как ты там майора получил купил твою дивизию на лукашняш там видно а знаете тут тут что цикаво мы будем подальше все будем делать чтобы открывать административные может криминальные за неправдивые показы у них всех практически что-то 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 это все написал что-то что-то закритое что мне дали криминальное проведение постановой поехали дальше они сказали что было заборонено скажи ладно значит все практически шестеро все святки сказали что побитие не не они святки его все есть святки так есть их святок дальше что интересно один из лекарей вспомнил что он увидел опрышки Игора и тут мав сразу сказали что это новый святок и он мав допитать а они не допитывали послушайте поки ты не ознакомился с материалами справа ты не можешь давать клопотание потому что ты не знаешь какие следственные действия и пробил дребут бляха муха как можно давать а это что такое а это что такое постанова что это такое это дребут майор полиции это как можно сказать показатель львовского управления национальной полиции он один из ярких примеров реформы вот и все ну по-другому дребут ты меня извини но просто думали нормальные мы думали ты нормальные предупреждали тебя что есть у нас возможность достучаться ты ж дурак блин зачем ты это сделал ты ж знаешь ты же понимаешь вот этот эфир который вот сзади явдыка будет видеть все министры которые будут в теме и они узнают увидят все и когда мы скажем о том что дребут на основании это не понятно а мы покажем вот у нас же есть видео дятел ты недоразвитый скажу тебе честно а я буду вымагать чтобы ты вот это видео допыту протокол допыта когда ты складывал чтобы ты его предоставил я представляю скотина ты редко знаю я тебе представляю как тебя будут иметь ох тебя будут иметь хвостыгрив марачканыч тебя будет сместить а марачканыч також потому что ты как раз таки мы пошалили я тебе вспомню все я тебе вспомню Павлова и всех остальных Вова извини продолжай что они не были что они не были присутки все минус дребут поехали дальше 7 святок Васильчук СВ мама цей как раз жинки Петра Шура значит что вона говорит и тут прикол якости святок мама фамилия Васильчук СВ а не не это девичья фамилия жены еще раз мы можем узнать по Васильчук она Васильчук а не Щур хорошо Вова Васильчук я зараз запишу значит что каже мама яка лежала в лекарне и яка позвонила до Петра до своего зятя что Петро прийшов и разобрался и теперь что она сказала вона тут описывает и вона каже значит что в якости святка допитано Васильчук СВ яка поведомила что перебивала на стационарном лековании приблизно в 17-й године вона почула что кто-то иде по коридору данные особи они заходили в кабинет МЦС и пациентов и все снимали на камеру и транслювали в интернете правильно одного из них вона опознала Явтика а двоих інших невидомих у даних усіх были отсутні засоби индивидуального захисту вона повторяю воно какие-то невидомые и воно 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 а теперь воно 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 вно воно у'Mеще А ты не помнишь, как звать Шура-дружину? Значит, есть одиннадцатый святок, у нас есть Васильчук Г.Ю. Галина. Кто это? Галина, ну это как раз дружина Петра Шура. О, ее фамилия Васильчук Галина, да? О, супер. О, тогда я сейчас пишу фамилию сразу начальнику ГНП. Ю, Юрьевна, да? Так, напевно Юрьевна. Васильчук Г.Ю. Васильчук Г.Ю. Галина, Юрьевна, может быть. Сейчас на ЗК, мы сейчас... Так, продолжаем, продолжаем, пока я пишу вот начальнику ГНП. Видите, смотрите, здесь Шляховский написано, видите, да? Так, есть. Смотрите. Я еще в декларацию есть. Так, Львовская область. Мы еще там... Кто там керевник... Знаете, что? Что каже Шур, даёт в своих уже показах. Шур каже, что вы не предъявили посвідчения, что вы не сказали, что вы журналісти. А на видео... Я еще... О, попало... А ты знаешь, да? Державный мегаційный столб. Так, так, так. Ох, ты ж блин. Шур Петро Повданович. А теперь показываю секундочку. Вот я показываю. Ну, это я за 18 лет. За 17 лет. Давай, давай, давай. Показываю. Так, Васильчук. Галина Юрьевна. Каменка. Так. Вот. Сколевский районный витяг главного управления ДМС в Львовской области. Проведный специалист. Ось. Так. Человек. Шур Петро Богданович. Дочка. Шур Марта Петрівна. Так. Что у них есть? Квартира. Где квартира? Тип властности. Человек. Один % только. Площую. Так. У Львови. Квартиру мае. Дальше. Автомобиль. Вас. Вова, у него что? Вас? Или это хрена, которая... А что это он не задекларировал? 2107. Что это они не задекларировали? А! На ней вас. 2107. Понял? Дальше. Рено Меган. 2008-го року. А где они взяли деньги на это все? Дальше. Мерседес Вито. 2003-го року. Нормально слышишь. Для держслужбовцы. А это я смотрю за семнадцатый ряд. Ничего. Мы потом откроем еще властность. Розмир. 20 000 гривен. Человек. Шур. Так. А теперь я хочу... Ты пока рассказывай. Я хочу за двадцатый ряд. Подивитеся. А сейчас мы с вами пока... Петя там еще 20-й год. Вова продолжим. Они в своих допитах говорили, что мы не предъявили журналистского посвящения, что мы не журналисты. Они говорят, что мы должны быть однажды. Мы должны быть однажды. Мы должны показать себя, что мы журналисты. И что интересно. Знаешь что? 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 Что вы сейчас... Проти коррупции. Как? А ну скажи мне. Журналисты против коррупции. Проти коррупции. Значит, они полностью провели журналистские... И сказал, что пришли документы, что вы не журналисты. Тому он и закрыл. Запоминайте. Тут есть оно. Дочитайтеся. Что? Серьезно? Так, точно. Так, точно. Точно. И что? И что? И поэтому он и закрыл. Бо мы не журналисты. Мы не подпадаем по статью. Все. О, чувак. Вот это ты попал, блин. Так, друзья. Кстати, у нас в УНП працюе, Вовчик. Вона подала речну. Вот подана 17.02.2021. Вона зараз діючий проведний специалист військового комиссариату. Когда будем ее давить в Министерство обороны? Щур крыса. Человек. Видите, как они там покрысять. Дребот настолько тупой, что он не смог даже подтвердить, что мы не журналисты. Он просто написал это в этом. А теперь мы обязательно поднимем вопрос нашим главным редакторам. Приходил ли запрос от Дребота? И мы покажем на всю страну наши договора. Это получается все, что я показывал наши редакционные завдания, наши посвящения, где есть лицензия указана, где и все. Это все только на грамоте, да? Да. Дребота. А он написал, что журналисты против коррупции Учалюет код ЕС. И он написал, что в ответ национальной сплке журналистов Украины, что Сологу Петро Федорович и Гура Антон Сергеевич на облику НСШУ не перебывают. А сейчас мы вам показываем вашу лицензию и вы увидите. Так. Сейчас, сейчас. Смотрите, что он написал. На 10-й странице. Не зарегистровано журналисты против коррупции. Не зарегистровано. Я в друбовании. Завтра у вас есть информация. А как же нам дали реакционные завдания? А кот нам дал главный редактор? Я что-то не понял. Сейчас я найду. Это как получается? Дребу сделал на себя ответственность сфальсифицировать документы? Ты серьезно? На всю страну он фальсифицирует документы? Это ж статья уголовная. Чему? Сейчас, секундочку. Звонит начальник ГОНП. Да, Александр, знаете, мы сейчас выяснили, что, оказывается, она не в ГОНП, а на военном комиссариате работает. Ну, так вот уже. Давай я пощучу выясняю, я уже... Все, все, все. Вы извините. Просто все. Мы теперь сейчас выясняем по Дребуту. Он, оказывается, закрыл наше дело, потому что мы не есть журналисты. Он сделал запрос какой-то. И понимаете, и вот эта вся ситуация теперь сейчас сыграет очень плохо, потому что у нас же договора есть. У нас лицензия есть. Но я разговариваю, смотрите, с прокуратурой, то в понедельник будут на работе официально скасывать и постановка закрытия. Ну что? И я, скотина ты Дребутска. Я не скажу зараз конкретную фамилию. А Дребутска. Можешь подать в суд за то, что я сказал Дребутска. Разом с Марью... Марью Цанечко. Марью Цанечко. Марью Цанечко. Марью Цанечко. Ребята, блин, мы приедемо до вас. Я тебе, скотина, блин, вот так тебе в лице, блин, тикну нахер нашу лицензию. Реально. Редакційное завдание и договор, який у нас есть, який, напевно, также подробленный. И заставлю тебя, скотина ты резко с нами, чтобы ты написал заяву на нас за подробление документов. Я хочу это видеть, блин. В прямом эфире. Прямом. Написать заяву на нас, что мы подделались документы, что мы не есть журналисты. Ты собака, собака, не знаю, может и собака, может и баран, может и овца, может и лев. Но лев не похож. Хто он там по городу? Не поверите. Может баран? Я телец. Дребут, кто по гороскопу? Так я его назвал по гороскопу. Не знаю. Так, дивись. З мокрою початью. Дребут, тебе киноку. Показывай. Дивись. Я сделаю сбільшение. Так, дивись. Свідоство про державную регистрацию. Серия. Є? Є. Дальше. Журналістам. Дребут, Миша, читай, блин. Что там написано, бачишь? Дальше. Наказую. Читай фамилии. Номер читай, посвідчення. Дальше. Надати. На час журналістского розслідування статус. Спеціального кореспондента. Печать. І наш редактор. Що, Дребут? Обохрався, да? Не. Разом з Маревканычем. Це одне журналісти. Дальше. Я зараз знайду такий свідок про реєстрацію. Я вам серьезно повторяю. Не знаю, як с вами буде начальник ГУНТ решать вопрос, но поверьте мне, после прихода к власти определенных людей Зараз я знайду. Ви у меня не сможете нічим заниматися. Ні ти, Дребут. А ви, що цікаво, так само попав Остап Стахів. Так само, як і ви. Тому що вони написали, що журналісти і громадська організація «Ідея нації» і газета «Ідея нації» теж не зареєстрована. І Остап Стахів привезе всі документи. Ось такова ситуація. Хлопці, ми не зареєстровані. А як ви можете взагалі працювати в поліції? Дивися. Як ви можете працювати в поліції, якщо на журналістському посвідченні, на редакційному завданні є свідоцтво про реєстрацію. Покажи. Дивися. От, свідоцтво про реєстрацію. Серія, де можна звірити. І твоя, так, я віжу номер. Мій номер. Ось такий. Ось такий. Який ж він тупий. Блин. Який він некомпетентний. І вони працюють в поліції. Кого понаборали? Тепер ти розумієш, чому у тебе так ворується лес? Вова. Тепер ти це розумієш? Тепер ти це розумієш? Хлопці, я на Марочканича практично кожного місяця пишу. В ДБР? Ну, не в ДБР, а вже на моніторинг, службу моніторингу. Я подав в ДБР, що мені Марочканич ні разу не хоче показати своє посвідчення, бо він вважає мене за не людину, ну, за не журналіста, за не людину, і коли я до нього звертаюся, покажіть, він тікає. Гражданин України, ти має показати йому паспорт, і він повинен предоставити тобі удостовірення своє. А він при вас, коли не буде з вас. Якщо він на відео не предоставляє тобі, ти можеш сміло писати заявлення. У мене ідея. Какая? Якщо в мене є журналісти, дай мені ключ. Я зараз покажу всі оці бумаги, всі відповіді з Офісу Президента, з ДБР Центрального, з Міністерства внутрішніх справів. Сусі. Я предлагаю. Блин, в мене томи, ребята. Дребут, блин, томи. Ось такі томи відповідять. Центральних органів влади. Дурбець, блин. Ми же йому дзвонили, Дребуту, сьогодні. І він нагло поговорив з нами і сказав, якщо щось не подобається, скажіть собі. Дребут, ти сьогодні... А зараз, хлопці, я вас приб'ю повністю. Вибачте, але що Дребут у кінці написав, ви зараз мрете. І мрут всі наші, хто нас сьогодні дивляться. Ано. Розказую. Значить, в кінці, там де є, постановив і перепостановив. Він у ту дво пише, все, перепостановив. Незважаючи на відсутність ознак кримінальних правопорушень, бо він не побачив за відсутністю передбачених частиною першої статті 171, частина перша статті 125 КК України, кома. Одна з матеріалів даного кримінального провадження вбачаються ознаки адміністративного правопорушення передбаченого стаття 173 КК України. Він нас зробив винних, хлопці, у нашому кримінальному провадженні. І зараз він передав цю постанову Марочканичу, щоб Марочканець дав вказівку нас притягнути за статтєю 173. Упав! Вам весело, хлопці? Вам весело? Марочканець тебе потрапив. Ну що, Марочканець, що дребуть? Ну, тоді ми їдемо к вам, їдемо ми вже з заявленнями, їдемо ми з постановою, яку ми получим з Петром, що ми ще до сих пор не получили постанову. І обязательно я тебе одного і второго спрошу в прямому ефірі. Тільки попробуйте убіжати від мене і не впустити нас в райуправління. Не треба цього робити, Марочканець, не треба. А тепер четвертий пункт, там де постановив. Читаю уважно, слухайте. Копію постанови направити начальнику відділення поліції номер 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області. Знаєте для чого? Для вирішення питання про притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності передбачено статтєю 173. Пацани! Ви приїдете, вам Марочканець вже вручить постанову, що ви порушили. А знаєте, що ви порушили? Антон, я читаю. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Давай, давай, читай. Стаття 173. Частина перша. Поширювання неправдивих чуток. Поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку. Тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неподаткової обмінні в доході громадянина. Або виправні роботи на строк до одного місяця. Я думаю, Марочканець вас закриє на один місяць. Нас всі з відрахуванням 20% заробітку. Коротше, пояснюю. Нас, пацани, хочуть по статті 173.1 за те, що ми поширювали неправомірні чутки, що можуть викликати паніку серед населення. Все. Отаку статтю. Ну клас. Офигеть. Значить, тепер так ділаємо. Смотри, в понедельник ідет снятие відмінної постанови. І ми їдемо до тебе. Ми їдемо до тебе по-любому. До Марію Кавичу, до Дребуша. Щоб вони, собаки бешені, не убіжали і на больничний, ні куда-то. Я дуже хочу в прямому ефірі. От я вам покажу. Друзі, покажи. От я знайшов свідоцтво про державну реєстрацію інформаційного агентства як суб'єкта інформаційної діяльності. Так, ми будемо писати на Дребута по поводу скрытия. Перший заступник міністра Наталія Сеустьянова. Значить, Наталія Сеустьянова теж дура получается, перший заступник міністра, тому що Дребут посчитав, що нічого у нас немає. Далі, це перший документ, я ще дивлююся. Тогда смотри так, в понедельник я дожідаюсь офіціального ответа від начальника ГУНП, тому що ми предупредили, що ми поїдемо к міністру за всіми даними, але так вже більше просто не може бути, ну реально не може бути. Я, естественно, тепері буду говорити з Олександро по поводу увольнення Марачканыча, тому що він 100% тут паразитирує, як раз таки, Сколівський район. Мені все ровно, пускай ставить другого, третього, тому що будемо глядити, він тоді по ГУНП, це не сильно подобається Олександру. Ну і, естественно, з увольненням Дребута, тому що це не слід, це не зазнавач. Вон навіть в участковий не годиться. Це такий, знаєш, тупий чувак. Чого, може вчора дружина візьме військомат його? А ми ще зайдемо в обов'язково в військомат. Я думаю, що ми багато чого нареємо ще, на керівника, на інших. Володь, смотри, в будь-якому випадку, несмотря на те, що справи відкривають і відменять постанову эту, ти пишеш заявлення в ДБР прокуратуру на Дребута. Ось з цими фактами всіми ми тобі дадим правильне. І ми пишемо таке. Ми і ти, т.е. ми відправимо всі ці заявлення. Тому що я сьогодні зв'язався з офісом генерального прокурора, я об цій ситуації розказав. В понедельник також буде обласного прокурора об цьому знати. Тому це дело не оставив. Своїм жителям можеш передати те, що я їм передав, це моє передача, а ти можеш передати другое. Надеюсь, вони це все посмотрят. В прямому ефірі начальник ГУНП сказав. Посмотрим, як він выполнит своє обещання. Ти услышав, що він сказав? Ми всі чули. Ну і все. Дальше будемо діести по принципу такому. Якщо вони повіли себе як моральні уроди, будемо себе вести... Пощадок вже не буде. Жаліти я вже не буду нікого. Нікакої жалости. Нікакої жалости следователів. Будемо кости в ріву. Нашли лес. Тварі будемо так наказувати, так нагибати. Нашли ворони. За кожен, Вова, за кожен літ крадений. За все. Його як керівника Марівканича будемо довбати. Марачканича. Я... Пожалуйста. Держит його фамилию. Нехай. Марац... Короче. А ще... Знаєш... Дорогие друзья. Города Сколя адекватно. Якщо ви пострадали від действий Дребута, Марачканича или тих или іних полицейських. Свіжитись, пожалуйста. Якщо не хочете... Можете бути інсайдером. Анонимно. Слово Явдикам. І дайте йому більше інформації. Ми зараз будемо... Хотите, давайте ми уберемо нахрен весь полицейський участок в лице Марачканича, Дребута і всіх остальних, хто там паразитирується. Уберемо к чертям собачим. Щоб потім, коли прийдуть туди нормальні абсолютно люди, адекватні, тогда ми зможемо полноценно работать і ви полноценно зможете жити. Хватить давати вот цим моральним уродам. Я благодарю, на самом деле, Марачканича і Дребута за те, що вони так сделали. Тому що тоді у нас є повід приїхати туди і сработати. І бати, бати точечно, точечно по меткам. По всіх. А знаєте, що вони вас звинувачують? Петро і Антон, вони вас звинуватили в 173-й першій. Що ви, що ви показуєте? Ви всю інформацію несете неправдиву. Прямо ефір — це монтаж, виходить. Виходить, що він сказав, що цю статтю він вам дасть і він вас притягне. І все, що ви в ефірі ведете, показуєте — це все неправда. Виходить по факту, знаєш, Дребут, видно, що він соцсетями не работает. Якщо у нього горять оперативки... Так, звісно. Все пропадає, речові докази пропадають у нього. Все пропадає, то для нього це, блин, притягнути до відповідальності. А я дуже хочу, щоб мене притягнули відповідальні. Треба, чекаю, чекаю, реально я хочу, блин, цієї постанови. У нас буде прямой ефір с министром ОВС рано чи поздно. І ми обязательно, знаєш, наберем тебе одного із наших, скажем так, колег, который в двох словах расскажет напрямую министру, що відбувається у тебе в школі. Щоб ти був підготовлен, щоб ти був з документами, чітко по факту, я наберу тебе, скажу Вова, ми у міністра два слова скажи о ситуации, щоб ми не були ефі. І так ми сделаємо і з Запорожжем, і з Непропетровськом, і з Осколє. Возможно, ми ще до Одеси не добралися. Ще і в Одесі буде у нас об'язательна ефір. Але там, кажуть, начальник БНП адекватний мужик, поэтому посмотрим. Вов, тебе що-то є ще сказати? Все. Все. Тогда с тобою мы пока заканчиваем разговор. Спасибо тебе за нормальные документы, за все. Мы с тобой ще встретимся. Договорились? Все. Дякую. Давай. Пока. Итак, дорогие друзья, сейчас мы с Вовиком продолжим без гостя. Ну, что вам сказать? Эмоции, эмоции. За шкварами. В прямом эфире был специально набран кусок разговора с начальником ГУДП о том, что в понедельник постанова будет скасована. Дреба, с тебя не слезем. Марочканыч, с тебя тоже не слезем. Теперь это будет, знаешь, как я тебе скажу. Вендетта. Это будет реально Вендетта. Просто Вендетта будет у нас красивая. Руку уже сжать не будем. Не буду. Я с тобой не хочу ни с одним, ни с другим. Потому что вы для меня стали шурами. Такое, знаешь, шур один, шур второй. Все. Для меня теперь вы не полицейские, для меня вы никто. Для меня вообще просто пустое место. Я знаю, что ни где не хочу. Вот мы когда пойдемо до них. Реально. Я хочу, я роздрукую. Реально роздрукую. Для вас. Только я тебе прошу, не бей. Потому что если ты ударишь, будут проблемы. Не тыкай в нос ему, ничего. Оно говно. Рядом просто говно даже не подходит. Да я не хочу, чтобы оно воняло. И чтобы риг вонял, блин. Знаете, есть полицейские красавцы. Ну, блядь, ну есть они такие, ребят. Есть такие полицейские, с которыми просто рядом даже прикольно постоять и поговорить. Есть уроды. Есть уроды, которые уничтожают свою природу. Покрывают лесников, покрывают все вот это. Зная о том, что будут наводнения, будут паводки. Не будет нормального кислорода. Не будет ничего. Он, сука, берет и продает свою родину. Ты знаешь, вот дивося. Я бы очень хотел, чтобы наши жители, где у нас есть леса, где свежая по ветра, поехали просто в инши области, где реально экология в зале значена. Приедьте в кривой рог. Мы сейчас в кривом рогу. У нас уже вот здесь вот, чтобы вы понимали, мы не можем дышать. А на нас смотрят кривое рожание и говорят, что вы прикалываете, что вы обманываете. У нас реально вот здесь вот болит, вот здесь вот болит в грудной клетке от того, что дышать в кривом роге нечего. Мы сюда приехали специально для того, чтобы заснять в прямом эфире красных собак, красные дороги, выкиды, карьеры. Мы снимаем дронами все. Мы все покажем в прямом эфире на всю страну. И расскажем очень интересные факты, что, куда девают эту рогу, как крадут снова уже таки миллиардами, друзья, миллиардами, потому что облику нет, и крадут наш газ для того, чтобы эту рогу переработать. Где они переработают, и как это скрывают все, поверьте. Но хотя бы вам говорили, не говорили, сидите в доме, на диванах, и ничего не делаете. Знаете, мы приехали на четыре дня. В кривом роге мы будем работать четыре дня. За четыре дня, поверьте, мы много чего накопаем, много чего покажем, поэтому подключайтесь, смотрите, изучайте. А самое главное, не делайте, не давайте делать из себя дебилами, потому что вы украинцы. И многие из вас, многие из вас, не все, те, кто обозвал, как в школе полубескребетные такие, кто говорит Вове, кто говорит Вове о том, что мы ничего не добьемся, это полубескребетные. Все те, кто поддерживает, все те, кто хочет, честь вам и хвала за то, что вы такие. Напоминаю, мы создаем свои ячейки профсоюзов по всей Украине. Наша задача 5 миллионов человек иметь в нашей организации. Но это будет жесткая иерархия, объясняю сразу вам. Без олигархиев, без перебежчиков, без тех или иных, кто сейчас состоят в партийных организациях. Это честно прозоро будет. Я исключительно и Сологуб сказали о том, что в нашей организации профсоюзной будут только все те, кто не состоял ни в каких организациях, не состоит сейчас. Я имею в виду организациях политических проектов, кто не состоял среди местного самоуправления, я имею в виду чиновников, депутата высокого ранга и всего остального. Их там тоже не будет. Если вы найдете хоть одну фамилию, вы смело пишите мне в личку и говорите, Гура, у тебя в ячейке в том или ином городе зашкваренный человек. Сбрасываете мне резюме этого человека, на следующий день этого человека больше не с фактом. Если я перепроверяю, лично я либо Сологуб, если мы выявляем эту правду, мы его выгоняем. Его в нашей организации не будет. Дальше от организации я расскажу, что мы будем делать. Но поверьте мне, мы будем защищать каждого члена, нашу, нашу спільную, украинскую. Потому что мы есть одна Украина, одна страна. И мы хотим объединять наших однодумцев и именно тех самых патриотов Украины. Мы будем за каждого глотку гристи, защищать, так как мы это и так делаем. А там еще в тысячу, миллион раз сильнейше будем это делать. На сегодняшний день с нами связалось больше уже там 100 человек образом, которые готовы создавать свои ячейки в организации. Поэтому вы мне или Сологубу можете написать в личный мессенджер о том, что я такой-то, такой-то готов проявить активность, создавать ячейку. Сборочек, первую. Первую, да, проспилку на местах. Что для этого нужно? Я вам сбрасываю документы, вы идете в меню, сформируете. Дальше мы формируем областную ячейку, областную организацию профсоюзную на вашей области. А дальше вы все прописываете договор о вступлении в центральный большой профсоюз. И эта вся наша организация будет на примере, чтобы вы понимали, желтых жилеток во Франции. Когда нужно будет взять те или иные моменты, захистить вас в больницах, в коммунальных установах, в школах, в садиках, где угодно, каждый член нашей организации должен будет это сделать. Не будет. Не будет. Если ты не болеешь, не в больнице, у тебя нет проблем и ты не приехал, ты будешь исключен. Я тебе сразу предупреждаю. Поэтому давайте вы перед тем, как кричать «я за», «я готов с тобой». Подумайте. Вы хорошо подумайте. Реально. Потому что первонаперво я вас опозорю как последнего говна в своих соцсетях, если вы зашкваритесь в нашей организации. А второе, я же вас и уничтожу через полицию, прокуратуру, избую всего остального, если вы у меня будете зашкварены. Поэтому очень хорошо подумайте, хотите вы или нет. Для чего мы это делаем? Первонаперво для защиты наших прав. Потому что чем нас будет больше в нашей организации, тем быстрее мы сможем помочь друг другу. Я буду приветствовать юристов, не знаю, всех украинцев. Почему такие юристы? На предприятии можно, Миша. На предприятии, где угодно, заводы, все что угодно. Единственное, что правило создания первинной ячейки обязаны создавать три человека с одного направления. К примеру, вы хотите сделать профсоюз, наш профсоюз в больнице. Тогда это должно быть три медика. Школа, три учителя. Садик, три там воспитателя, либо там нянечки, либо еще там что-то от садика. Три журналисты. Три журналиста, три дворника, три менеджера, три проститутки. Официально, если вы работаете, платите налоги. Все по три. И самое важное, к примеру. Профсоюз это то дерьмо, которое не работает. Согласен с вами, по большей степени профсоюзы не работают. Это то, что типа там конфеты и все остальное. Ну раз там в риг здесь. У нас совсем все по-другому. Ситуация совсем другая. Значит, первонаперво то, что я буду инициировать. Не знаю, Сологу будет согласен, либо нет. Все финансы оставаться должны на местах. Например. Бидзвитум. Бидзвитность, обязательно. Но они должны вам быть, у вас на местах. Все те внески, которые будут перечисляться на профсоюзные движения, они остаются у вас на местах под вашу же ответственность каждого человека, который будет создан в комиссии. И эти все деньги будут теперь распределены. Вам. Там же. На те же помощи, на юридические моменты, на суды, на супроводы, на снятие помещения, на принтер, на бумагу, на все-все-все. Это не будет такого, как здесь. К примеру, когда мы задаем вопрос, у вас профсоюз есть, есть, почему он не работает? Ну мы не знаем. А на хрена вы платите тогда эти 50 гривен ваш профсоюз? Тогда он ни хрена не работает. Такого он и захищает, взагали. Керевнество захищает? Че вас? Вы знаете, дорогие мои медики, я знаю, сейчас вы смотрите, я вам скажу так. Есть такая Коваль Виктория, она главная по профсоюзам медицинским. Она типа председатель медицинского профсоюза. Что вы понимали, у нее Вольво джип с водителем, у нее два дома шикарных, у нее все хорошо. У нее с деньгами все хорошо. А теперь посмотрите на вас. Когда вы не можете получить деньги, когда вы не можете получить оздоровщик, когда вы не можете поехать никуда, ни зачем, то есть вы ничего не можете сделать. Зачем тогда вы платите эти 50 рублей в этот профсоюз? Вы просто берете и выходите. Если хотите, чтобы вам помогали, можете не в наш профсоюз. Объединяйтесь, входите в другой, я же не заставляю. Я просто говорю о нашем движении. Наше движение мы запускаем в таком процессе. Это наша мечта и это наша цель. 5 миллионов человек в организации. Но с жесткой иерархией, жесткой структурой. Никаких но, никаких нет, никаких не могу. Пришел, работаешь как конь, как и мы. Без остановки. Потому что наша задача превратить нашу Украину в реально процветающую страну. экономичную независимую страну. Потому что у нас есть возможности, у нас есть ресурсы, у нас есть все. Только у нас нет, как любит Антон говорить, железных, мясных яиц. У нас то они есть, но нет у них. Я не хочу вливаться в какие-то партийные движения, куда-то там под кого-то вложиться, продвигать какую-то идеологию партии. Потому что все сейчас партии это все говно. Ну, ребят, это говно, никому не нужно. Это просто аргумент, чтобы пройти Верховную Раду. Если вы хотите быть той же властью, если вы хотите добиваться каких-то моментов, пожалуйста, мы можем вам это помочь, сделать. Поэтому в ваших, как это, ваше задание, или ваша задача, точнее, стать нормальным человеком. Чаплыга обеспечивает профсоюзов. Без проблем. Чаплыга о своем профсоюзе, но о своем. Ваше право объединяться в любой профсоюз, который хотите. Поверьте, что сейчас появится таких профсоюзов очень много. Потому что мы это запустили, мы это решили. И мы уже пробовали все. И ОСН, и вуличные комитеты, и все пробовали. Люди не готовы. Они не готовы это все створювать, формовать, бороться. То есть мы решили, если все профсоюзы, ассоциации, еще за часы Радянского союза не защищают ваши права. А почему не защищают? Потому что каждый член профсоюза, он или работник, или заведующий, или руководитель, или руководитель, или руководитель, или кто, на него идет утиск от руководителя, от государства. С нашим Виктором ничего не будет. Правильно, Чайка написал, Саша. Сегодня ты политик, завтра никто. А профсоюзы это надолго. Правильно. Почему профсоюз? Даже если Сологуб либо Гурас ловит пулю, то поверьте мне, профсоюз никуда не денется. И движение это будет. И оно еще больше, пиде, сейчас все больше. Правильно. То есть мы, как инициаторы создания этого профсоюза, от того, что нас уберут, ничего не поменяется. Движение уже будет идти. Запущено. Оно запустится и все. А вот к примеру, кировник и партии, это плохо. К примеру, если я буду кировник партии Сологуб зам, и меня уберут и Сологуба застрелят, партия развалится. Это да. А профсоюз нет. Поэтому мы запускаем профсоюз для чего? Для того, чтобы не было намека на том, что мы уберем Гуру Сологуб и все развалится. Вот вам дебилы. Вы, если не дай бог, уберете меня либо Сологуба, движение еще больше пойдет. И очень сильно пойдет. И вас несут к чертям собачим. Все те, кто постарается на нас надавить. Чеплыга называет себя своим президентом. А я себя называю всея Украины мессия и просто мальфар украинский. Он же так и есть. Я же мальфар. Все, что я не говорю, все происходит. Поверьте мне, еще раз говорю, я не против профсоюзов других. Чеплыги, там еще кого-то. Есть проблем. Чеплыга мой очень хороший товарищ. У него свои задачи, у него своя цель, у него свои мысли, у меня свои мысли. Возможно, когда-нибудь мы сядем, Миша не знаю, смотришь, не смотришь, бухнем с тобой вискаря и скажем, ну что я тебе скажу, Миша, у меня задача такая. Ты скажешь такая, и мы посмотрим, у кого будет лучшая задача. Если будет лучшая задача, я отпущу момент, скажу, окей, тебе тогда надо двигаться с самого президента и ты это все решишь. Если будет у меня лучшая задача, у меня правильная, тогда я надеюсь, что ты скажешь, ура, окей, двигайся вперед и все. Все. Но ты пометил, что, смотри, мы только запустили уже сколько, месяц, как мы говорим про профспилки. Начинается движение, потому что это тема. Да, и уже другие начинают, уже задумываются, перечитали, послушали наши эфиры, увидели, что это действительно сила и это можно объединять людей. И они начинают так же уже корректироваться нами. Мы, знаешь, как первые проходцы, а за нами идут и наши женщины. Смотри, как падает просмотр, когда кипиш был, было 1600, сейчас 700. Никому уже не на 400 человек не интересно, а потом уже, сука, столкнуться и будут писать, как сейчас напишут в Телеграм, а помогите заявлениям на миллион гривен. А где же вы, блядь, были? Почему, когда мы идем в прямом эфире, вы сидите, где-то непонятно, ай, неинтересно, не буду. А они один плюс один дивляться. А, точно. Может, сейчас какие-то холостячки или холостяки. А может, хрена шоу. Точно. Запросили депутатов. Тогда нам неинтересно с вами. Идите в жопу. По-другому не знаю. Все, дорогие мои друзья, мы прощаемся. Завтра мы уже с вами встретимся в эфире. Мы вам покажем кривые руки. У меня уже есть. У меня реально уже есть. Я же понимаю. Знаешь, я уже знаю. Меня можно закрыть глаза, привезти в Кривой Рог. Через полчаса скажу, что я Кривой Рог, либо Запорожье. А еще, может, Мариуполь. Вот Мариуполь, Запорожье и Кривой Рог. Это просто звездец какой-то. В душе здесь нечем. Все. Мессия украинская в лице Лысого Залубка с вами прощается. Не знаю, как он себя назовет. Меня ж так назовет. Знаете, Залубка. Не, помните, как мне сказал Чернеяк? Как он сказал? Я не буду говорить. Лысый черт? Нет. Лысый Педрилов. Нет. Как он меня называет? Залубок. Лысый Хуй. Ага. Лысый Хуй с вами прощается. Подожди. Почему? Ой, неужели? Она ж так не похожа, пенис на такой, на лоб мой, а? Ахренеть. Ну реально, пенис же не такой. Чуешь, может, его видишь, там... Пенис дырочка. Где здесь дырочка? Пенис. Бур, не могу. А, может, он меня считает, таким, мужиком нормальным. Да? Вот такой вот. Залубоконская. Ну как-то так, наверное. Ладно. Везде, везде. Я так кричу. Любим, целуем, уважаем. Извините за эмоции. Иногда могу потроллить и по... Не, я не дрочу. Чё-то мне просто как выпутал. Ха-ха. Всё. Пока. До свидания. До свидания. В Telegram подписываться, не забывай. Питквесситы. Нужно богатой информации. Пока. 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 Пока.